здравствуйте это подкаст медузы текст недели меня зовут александр филимонов современной россии созданы немало бюрократических структур как государственных так и околовластных занимающихся регулированием интернета и открыто паразитирующих на нем например всем известный роскомнадзор и подведомственный ему главный радиочастотный центр отвечают за наведение цензуры в сети так называемая лига безопасного интернета промышляет доносами на неблагонадежных пользователей из числа известных артистов и блогеров еще одна крупная организация институт развития интернета формирует в сети патриотический контент и раздает его авторам миллиардные бюджеты в том числе на военную пропаганду как устроена эта структура чем известен ее глава алексей гориславский и какие проекты она финансирует нашим подкастом рассказывают авторы совместного расследования медузы и важных историй светлана рейтер и мария желобова света маша привет 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 во первых я также сразу поблагодарю ваших соавторов анастасию короткову и крестину сафонову а во вторых мы должны начать с формальности с того же с чего начинается ваше расследование предупреждение возможном конфликте интересов дело в том что мы немножко знаем алексея гориславского ну еще пару героев из текста да а них потом не с очень хорошей стороны так получилось да то есть мы со светой в марте 2014 года работали в старой редакции ленты ru алексей гориславский был назначен главным редактором вместо гали тимченко на следующий день большая часть редакции включая свету и вашего покорного услугу написали заявление об увольнении по собственному желанию вот поэтому мы немножко с ним пересекались теперь очень интересно узнать чем он занимался и занимается после всех этих событий объясните мне пожалуйста в целом что же такое институт развития интернета я признаться давно знаю как бы эту аббревиатуру ири слышал это название какие-то доходили слухи что это контора которая может быть связана с администрацией президента но чем она занимается понятия вообще никакого не имел институт развития интернета был открыт в 2015 году если ничего не путаю в 2014 он был одобрен это такая структура которая изначально планировалось как некоторый регулятор всего интернетного ну потому что там была такая анархия на создан он был по инициативе сергея благотаренко и сергея гребенникова трекера цит и поначалу там проводили форумы которые были сделаны для того чтобы сводить разные отрасли с интернетом да знакомить старичков с новыми веяниями то есть там интернет плюс экономика интернет плюс медицина вот форум интернет плюс медицина насколько нам рассказывали источники крайне интересовал германа клеменко который был некоторым таким важным заметным участником института развития интернета и вот так он немножко существовал этот институт развития интернета но никаких заметных успехов у него насколько я понимаю и маш кажется тоже никаких заметных успехов у него не было а потом в администрацию президента пришел алексей гориславский которого мы с тобой немножко знаем и у института развития интернета изменилась терпеть не могу это слово целеполагание то есть он стал продвигать такую очевидно государственную повестку с точки зрения патриотического образования в каком-то смысле ну и вот с этого момента ири стал таким ну это очень упрощенно да министерством интересной пропаганды так бы я его назвала это формально государственный орган или нет он все-таки же какая-то общественная структура наверное как считается ну он называет автономная некоммерческая организация некоммерческая в том смысле что она своей целью не ставит там денег заработать а формально ну конечно можно сказать что это вполне себе министерство потому что он получает каждый год из бюджета огромную сумму вот сейчас 20 миллиардов рублей например в этом году и то есть в бюджете у него отдельные строчки или там прописан то есть вполне себе как такое да министерство интересной пропаганды как свет сказал ну то есть формально это гранд оператор государственных денег ну мне кажется если есть строчка в бюджете то это вполне себе госконтора как и не назови но тем более но маша знает это лучше чем я это такая любимая форма около государственных контор у меня действительно сложилось такое же ощущение что в 2015 году это была совершенно непонятная непримечательная ничем организации непонятно чем занимающиеся и действительно все изменилось приходом гореславского мы можем понять как это ему удалось почему вдруг так на него посыпались эти миллиардные бюджеты ну ты же видела алексея гореславского когда он приходил в лентуру ну мне кажется надо проговорить вообще алексей гореславский человек очень мягкий в чем-то даже комфортный не такое вот прям вот зло да ну то есть как бы просто любящий хорошую жизнь человек ну вот так ему это удалось ответил на твой вопрос не знаю ну конечно мы не сможем залезть в его внутреннюю жизнь понять как он лавирует и как он выбивает эти все бюджеты расскажите насколько эти бюджеты действительно сопоставимы у ири с государственными ведомствами имеющие схожие функции действительно ли можно сказать что это самый щедрый самый богатый грантодатель российской федерации ну вот смотри фонд кино например который ответственный за весь российский кинематограф он в этом году распределит там месячем 12 миллиардов рублей ири который финансирует какие-то убогие видео сделаны на коленке распределить 20 миллиардов рублей ну то есть приоритеты мне кажется абсолютно понятно да звучит неплохо особенно если ты начинаешь понимать что обычно как бы вот блокбастеры там снимают министерство культуры обычно дает деньги на какие-то большие широкоэкранные проекты которые потом подразумевается что их должна смотреть вся страна а тут какие-то ролики в интернете и вот честно говоря читая ваше расследование у меня возник вопрос что это за контент вообще есть там что-то хотя бы популярная успешная или это все-таки побольше набрать не качеством а количеством что называется какая стратегия у ири по поводу вот конкурсного отбора всех этих проектов ну смотри у них был успешный проект по моему один детки был такой сериал это самый показ за все время существования ири кассовый успешный контент это сериал много сезонов но он один такой да а все остальное это продукт не нашедший поддержку у зрителя то есть в основном вот если говорить о теперешнем моменте то есть детки были все-таки но относительно давно хотя сам институт развития интернета в общем то существует недавно но вот детки был таким успехом блокбастером а все остальное нет вот из того что мы смотрели там не было каких-то потрясающих цифр или внимания хотя опять же у нас в тексте это есть там есть хороший продукт не блокбастерного характера но качественный ну например тот же фильм советский дизайн блокбастер да у них был один вот такой очевидный блокбастер с продлением сезонов потому что остальные их проще судить по сериалам потому что это все таки продукция для всех на более или менее но только детки все больше ничего а вы как-то смогли вникнуть в эту внутреннюю кухню там внешне либо общаясь с какими-то источниками как происходит этот конкурсный отбор кто помимо гориславского им занимается ставит ли какой-нибудь к пи ай автором или может быть им диктуют темы все на самом деле очень быстро меняется поэтому у нас там есть герои которые говорят что в контент никто не вмешивался но там задается определенные параметры патриотизм нравственные ценности то есть если даже это не написано дословно мне кажется что это написано дословно там память предков гордость за страну вот это все прописано то есть это все должно вписываться в эти параметры дальше в эти параметры до определенного времени можно было вписать все что угодно например фильм про апокалипсис мне кажется там все-таки есть зомби молодые сильные выживут ну потому что это тоже гордость это тоже воспитывает что-то молодежи то есть можно было вписать действительно очень многие и разные вещи сейчас эта ситуация понятным образом изменилась а в отборе принимает участие там есть конкурсный комитет и там есть наблюдательный совет достаточно широкий в который входят люди которые сами получают гранты ири ну то есть там например есть конкурс благосфера это мы точно знаем да и люди которые получают гранты ири они сидят в жюри ну в общем даже как-то особо не скрывается такая же история с сериалами вот с играми я не уверена но вот про благосферу и сериалы потом у нас же там есть одна из моих самых любимых историй которую маша нашла это проект оставансы практически полностью сделано маша и настей за что им огромное спасибо в принципе там блок проектов афиша есть вот эта шпилечка что трифон бебутов не ответил на вопросы медузы и важных историй ну и вообще он вошел в конкурсный комитет ирии так что мне кажется все понятно вот да маша расскажи пожалуйста про этот вот проект афиши меня честно говоря довольно удивило когда я просто прочел вдруг название оставансы и понял что это оказывается проект афиши я подумал ну как бы мы уже люди такие довольно в возрасте мы помним афишу классических времен там цинцифра сапрыкина просто понимаем что такого названия никто бы и в афише даже в тяжелом бреду бы не сочинил да это моя любимая история и вот как у нас один источник говорит мне нравится эта цитата то что ирии стремится делать не совсем тупняк а что-то современненькое ну потому что он не хочет делать совсем тупорылую пропаганду он хочет чтобы эта пропаганда была модной и вот для этого они привлекли когда-то модный журнал афиша и стали делать как-то ставанцы и стали делать философский проход сначала про ставанцы могу рассказать да они решили значит сделать истории про то как классно возвращается в россию из иммиграции но при этом как я поняла половина редакции сама разбежалась доделывали проект они уже после начала войны почему-то полный счет да а еще у них есть проект философский пароход который в общем сначала должен был быть про философский пароход а потом вот тот самый трифон бебетов сказал а давайте мы развернем этот пароход на 180 градусов и будем делать проект про тех кто вернулся в россию и они реально нашли вот этих людей которые вернулись концепция полностью поменялась то есть когда мне маша сказала что вот то что маша парсила все эти списки смотрел конкурс игры проекта ставанцы игры не может быть слишком хорошо чтобы быть правдой вот ну и потом еще да нашелся источник с которыми разговаривал который рассказал прекрасную историю что да но вот потом мобилизация ставанцев не осталось практически то есть это как бы на самом деле траги комический я к тому еще что вспоминая былые времена просто если какой-то проект афиши выходил то мы бы точно про него знали ну как люди которые вращаются в медийной сфере да то есть они все равно знают что происходит у коллег а тут я впервые от вас услышал то есть они сделали там год назад да и вообще как бы маша скажи спасибо ну то есть я тоже не знаю правда это речи не бред не может к тому что видимо взята вот такая концепция что можно делать какой-то усредненный продукт они ставят какой-то к пи а ну то есть они просто раздают миллионы на это такой продукт и который никто не смотрит или они все-таки просят там вы хотя бы миллиону покажите человеку не ну понятно что там если твоя заявка не соответствует парадигме велика прекрасная россия сразу отклоняет и не примут но в целом да они довольно щедро рукой разбрасывают бюджет и 5 там есть формальные просмотры ты должен сам заявить когда подойдешь заявку но вот например семен пеков получил финансирование на свой блок на ручьюбе где 10 тысяч подписчиков как бы это никого не смущает но у нас там описана некоторая схема как можно эти просмотры получить и об этом нам рассказывали несколько человек да что действительно можно было залить на любую платформу ручьюб ютюб собственный сайт все что угодно любые просмотры хороши а дальше есть такая штука например во вконтакте да когда но ты просто закидываешь платно в группы это совершенно легально как реклама да и вконтакте считается первой секунды ну то есть как бы даже если человек пролистнул ленту даже если человек как будто уже посмотрел уже как будто посмотрел и один из героев нашего материала я не буду его называть но он рассказывал что он во вконтакте популярнее дуди звучит это все очень интересно и смешно расскажите пожалуйста какие наиболее скажем так зашкварные проекты или вы можете назвать делать патриотизм пропаганда лезет уже со всех щелей у них есть своя премия насколько я понял на днях была очередная называется национальная премия интернет-контента вот по-моему там неплохо отличаются вручая всему свету за это сообщество так скажем да действительно но тут можно разделять есть премия которые они вручают и это пример не всегда вручаются проектом которые они финансировали да то есть это премия ими учрежденные там действительно много людей которых они финансово поддерживают есть еще проекты которые получают финансирование ирия маша дополнит мне очень нравится просто когда у нас уже текст был дописан премия но там понятно там военкоры потом замечательный ролик легендарный time to move back to russia или go back to russia я не помню но там где украинскую модель представили под видом русской женщины с традиционными ценностями то есть хочу сказать и вот все так у них и мы уже текст дописали по моему и объявили результаты нового конкурса там тоже прекрасные названия по моему рамзан ахмат сила россия женщины z свой причем понятно svo большими буквами и есть еще проект под названием уехавшие как вы там я шучу эту шутку третий раз но у нас мари много вариантов ответа этот вопрос зависит от времени дня конечно состояние что-то делал накануне вариантов много правда и такого действительно очень много там есть проекты ведущей первого по моему канала марины ким такие совершенно оправдывающие просто да как раз хотел застрелить внимание на ней немножко и еще хотел вас спросить там есть большая история сотрудничества с прокремлевским холдингом news медиа который life mesh и все другие издания такие которые топят и выступать за кремль маша скажи чего они там натворили вместе я про марину кимова сначала рассказать да действительно ведущая первого канала она меня просто восхищает потому что она одновременно снимает с константином крюковым материал про современное искусство про модных архитекторов документалки а параллельно снимает просто дикое шоу про звериный украинский нацизм как она это называет берет интервью пленных азовцев например там про бедных детей донбасса в общем лютая абсолютно пропаганда и объясняет она это все тем что ей нужно кормить своих детей как выяснилось а про мэш и про ньюс медиа да это тоже весело потому что вот это именно та история когда или действительно ну как вы выяснили диктует то что должно быть написано сценарий просто вертит если не из медиа как хочет потому что там они говорят снимите видео про то какие американцы тупые они снимают спрашивают ну подходит и не сделать их еще более тупыми вот нам так примерно предсказывали их взаимодействие ну там уже сотрудничество прям вот что называется вдесны то есть кто кого уже переплюнет мы смотрим в одну сторону давай сейчас по зашкварни придумаем контент простите за мы такие вольные формулировки у нас источники несколько их они говорили что в принципе алексей гориславский он был против такого про военного контента в большом количестве и я вот охотно верю потому что он такой как кот ну хочется чтобы все было хорошо вот но на этом наставит сверху и я тоже в это охотно верю правда невозможно только бархатом на то есть не то что он против этого контента потому что он на самом деле против того что происходит нет просто ну вот зачем вот можно же и так а можно же и и другими способами да ну больше же посмотрит мягкая пропаганда да конечно� абсолютно бархатная пропаганда ну это абсолютно про него но это правда но как бы нет уже бархатной пропаганды аливо вот так все идет небольшое ототвление там у вас очень много классных интересных сюжетов медиа-менеджер Вячеслав Муругов, продюсер многих популярных сериалов. Он входил в наблюдательный совет и возглавлял продюсерский комитет по сериалам, да. Почему он ушёл? Надо Вячеслава спросить, почему он ушёл. Насколько мы можем судить от близких к нему людей? Ну, есть две версии. Я верю и в ту, и в другую. По одной версии он человек дальновидный, это правда про него понятно. И по одной версии ему просто не хочется влететь под санкции за Ковальчаков, на которых он всё-таки долго работал на НМГ. При этом он всё-таки достаточно известный продюсер, да. Не роднянский, но у него и задачи другие. Сериальный продюсер. Ну да, то есть, когда мы этот кусок писали, я просто полезла в верного другу каждого журналиста под названием Википедия, конечно же, ну, чтобы себя проверить. И у него громадный список сериалов и все значимые сериалы, правда, мурогов. Ну, там, Шляпа-Трацук, ну, то есть, ну, там, в комбинации... Ну, это известный тандем, да. Да, да, ну, трио даже скорее. Трио, да, по-сериму. Мы написали, что продюсировал все значимые сериалы от папиных дочек до чик. Это вот просто... Это правда. Ты видишь эволюцию, а как оно, а чики-то какие, да? И, в общем, поэтому, как считают его близкие, знакомые и коллеги, ему, ну, не хочется, чтобы у него была репутация продюсера, который обслуживает режим во всех смыслах преступный. Ну, а вторая версия, и это может быть, что они обе, да, что он просто сам уже устал от такой лобовой пропаганды, потому что это ни разу не чики, ни разу не папины дочки, да. То есть ты сидишь в продюсерском комитете, и тебе надо утверждать сериалы студии Игоря Угольникова, который бывший оба-на, а теперь такой патриот вообще, ультра-патриот, просто мега. Да, просто теперь а-та-та. Вот. И ты такой, а, сериал позывной журавли. Ну, то есть нет, ну, ты можешь там про челюски, но что-то тоже, но журавлей будет с каждой минутой всё больше и больше. И журавлей, и крымской весны, и всего остального. Я как раз хотел спросить это уже ближе к концу, но уже услышал ответ сейчас, что доля, так скажем, военного контента неуклонно повышается, и там что не пытается сделать Гриславский своей местной пропагандой. По словам источника. Ничего не работает. И, видимо, мы придём к ситуации, когда государство будет давать деньги только на пропаганду. Это хороший вопрос. Я не знаю, мне сложно на него ответить. Может быть, государство будет давать деньги только на пропаганду. Не знаю, что мы имеем в виду под пропагандой. Маша может рассказать про игру смута. Расцениваем мы её как пропаганду или нет? Маша, расскажи, пожалуйста, про игру смута. Пожалуйста. Да, в общем, игра про смутное время, в которой Ильич бухал, по-моему, 500 миллионов рублей, если они получат, которые уже три года здесь сколько-то пилят. Ну вот да, вопрос, считай, именно этой пропагандой. Ну, я бы сказала, что да. Ну да, там сюжет про то, как мудрый правитель, не помню, кто тогда был, соединяет, собирает земли. Можем мы это считать пропагандой? По-моему, да. Ну, такая, да. Ну, или там вот есть... Меденский писал сценарий случайно. Уверена, что да. Анонимно просто, около нуля. В общем, там много такого, там, не знаю, есть компьютерная игра Спарта, по-моему, про героических наёмников, героического чувака одного в Африке героического, в кавычках. Ну, как бы, мы считаем это пропагандой. Ну, такие проекты будут, да. Думаю, их будет всё больше и больше, да. Ну, хорошо. Важный пойнт вашего расследования состоит в том, что на гранты Института развития интернета подаются, скажем так, не только беспринципные карьеристы и распильщики бюджетов, но и вполне себе талантливые авторы. Причём даже те, кто выступает против войны. Как и почему это происходит? А ты можешь ответить на вопрос уехавшей? Как вы там? Зависит от времени суток. Я думаю, там такая же примерно ситуация. Почему не это делать? Ну, там есть объяснение, да. Я не могу говорить за этих людей. Я очень благодарна каждому из них, кто поговорил, согласовал все свои статы практически, без изменений, и объяснил свою позицию. Да, таких людей там трое. Давайте расскажем. Давайте расскажем, что было сделано хорошего при поддержке Института развития интернета. Можем ли мы это назвать хорошим? По крайней мере, не стыдным. Не стыдным для кого? С какой точки зрения? Да с любой, с любой. Ну, вот сериал «Советский дизайн». Расскажите, ну, вот это всё. Хороший сериал, очень. «Советский дизайн», ностальгический проект. Да. Кто делал всё такое? Ну, как бы ностальгический проект проделала. Хорошая студия, «Амурские волны», хорошие люди. Александр Уржанов, Родион Чепель и Грис Андреев. При этом, ну, эта же команда делала фильм о Валерии Новодворской, который выходил на сайте кооператива «Берег», и премьера его состоялась на «Медузе». Они делали проект при финансовой поддержке Ире. По словам руководителей студии Александра Уржанова, они узнали об этом на этапе производства, потому что Ире был привлечён в качестве соинвестора владельцем на тот момент всех прав по идее «Советского дизайна» киностудии имени Горького. Но, когда я спросила Александра, значит, вот он узнал про Ире, да, и он говорит, ну, ты хочешь узнать, мы знакомы, тут ещё надо ещё одно предупреждение конфликта интересов, что это всё. Более-менее одна тусовка, там НТВ, потом «Эсквайр». Я работала на НТВ, я работала в «Эсквайре». Давно, очень давно, когда ещё на НТВ была Катя Гордеева и Андрей Лошак. Это я так, ну, понимаешь, да, стелю себе соломку на случай, если кто-то, скажешь, кого-то вообще запустили. И я говорю, Саша, вот как оно всё у тебя? Он говорит, ну, а ты спрашиваешь, почему я не побежал по городу с криком «Разрываем контракт?» на начало войны и у Саши вот такая позиция, что вот, ну, не лезли в контент, поэтому... Хотя уже на стадии там советского дизайна про Ири было понятно, что они такие очень очевидные чуваки. Мне кажется, примерно тогда же, может быть, чуть пораньше, может быть, в это же время вышла статья моей коллеги Олесики Расименко на BBC про цензуру сериальную, и там Ири был одним из некоторых таких игроков, акторов, в том числе по цензуре, по деньгам и по каким-то направленностям. Вот это вот отдельная такая история с амурскими волнами, а Родион Чепель как раз говорит, что про Ири понятно, что это один из самых крупных игроков, и поэтому с ними придётся работать. Ну, вот это то, что касается амурских волн. Дальше можно задаваться вопросами могли, не могли, что делать. У меня нет ответа на этот вопрос, серьёзно. Про цензуру всё-таки. То есть, в целом вы не заметили, чтобы Ири мешал хорошим проектам? Ну, вот я сделаю, может быть, исключение насчёт афиши, потому что, судя по тому, что сказал главред, развернув философский пароход на 180 градусов, это очевидно, что это было такое цензурная находка, да? Ну, например, там у вас упоминается Н плюс один проект Андрея Коняева, он тоже делал некоторые проекты. Кто-то ещё? Лезут ли там цензуры? Пока нет. Но у нас смысл этого текста ещё и в том, что есть и лобовые проекты, и проекты, в которые лезут, да, получается так. И есть сторонние проекты, вот, которые герои называют такими вот, мы возьмём деньги, сделаем хорошие. и в научно-популярный контент нет, никто не лезет пока, насколько я понимаю. Нет. На самом деле, там не вошла некоторая часть, но когда мы разговаривали с Андреем Коняевым, это тоже была Машина находка, то есть я в данной ситуации была её руками, потому что Маша мне говорит, там Н плюс один. Я говорю, ой, это же Коняев. Ну да, с Андреем мы тоже работали в ленте. Да, мы тоже работали. Объясняем слушателям. Он очень умный чувак. И они поначалу, ну, тоже Иль был уже таким зашкваром, но они делали, вот, например, проект по генетике. В общем, генетика такая любимая штука. В России, в общем, много языков разных. И они делали, например, статью о генетике на, я бы соврать, ну, в общем, на дагестанском. Ну, это, казалось бы, да, классная вещь, такая интересная. Ну, вот как-то так, например. Вот был такой проект, а сейчас они получили грант, будут делать всякие игры и прочее, прочее. Научные, на том контенте, который у них уже есть. У них выходят научные новости. Они на основе этих научных новостей будут делать игру. Знаешь, как в «Медузе» есть? Показываем на копибарах. Да, может быть, на очень популярный контент трудно влезть, но ролики, например, свои им пришлось выпустить во Вконтакте, например, а не в Ютубе, ровно потому, что Ирину не дала бы денег на какой Ютуб, конечно же. Да, понятно, что какая-то присутствует избирательная цензура, но какая-то она очень разная. Но, насколько я понял, уже сейчас вручаются какие-то прям типовые договоры. Что там, расскажите? Довольно жесткие. Маш, расскажи про эту историю. Как изменилась политика после 24 февраля? Очевидно, у вас там, я бы такой прям абзац заметил, где это проговаривается. И про то, что зачетов стало больше, это правда. Но и контракты действительно изменились. Сейчас иногентов нельзя, это понятно. Антивоенные призывы в соцсетях нет в войне, нельзя. Штраф за это будет просто огромный, там, чуть ли не полная сумма финансирования. Сопоставимые с бюджетом сериала. Ну, это довольно, в общем... Ну, смотри, если в среднем, насколько мы понимаем, стоимость одной серии там от 10 до 15 миллионов рублей. Дальше ты можешь масштабировать как хочешь, да? Ну, или как не хочешь. Ну, если ты снимаешь сериал и у тебя там 8 серий, то легко посчитать, какую неустойку должна заплатить творческая группа. Эта практика, она распространяется, но она вообще популярна на стриминговых платформах, касается Ирии в том числе, да. Ну, всё понятно. Мягкая пропаганда закончилась. Хочешь работать, уже никаких ты заявлений сделать не сможешь. Ну, напоследок про великого и неповторимого Романа Волобуева. Расскажите, как он не поработал с Ири? Роман Волобуев, это такой был подарок для текста, на самом деле, во многих смыслах. Он отказался, потому что он очень принципиальный. Правда, принципиальный. Ну, смотри, такая... Он даже сам никуда не ходил, самой Ири предлагает. нет, это, насколько мы понимаем, да, я не знаю сейчас о судьбе этого сериала ничего, потому что нам так ничего не сказали. Расскажите, что за сериал-то? Да, значит, Роман Волобуев в начале марта от продюсера получил предложение снять сериал под названием «Поколение Ю», в котором рассказывается, как иностранный видеосервис, цитата, влияет на умы алгоритм разработчиков вот этого иностранного видеосервиса, влияет на умы детей, неокрепшие умы, делает из них такую сякту типа «Синих китов». Ну, то есть, «Только я вас понимаю», вот это всё, и дальше, значит, главный герой сериала героически со всем этим борется. И задача показать, что отключение иностранных видеосервисов это большое благо, потому что там непроверенная информация и вообще куча всякого говна. Если мы вещи называем своими именами. «Ю», интересно, Да, поколение «Ю», тоже непонятно, кстати, на кого это похоже, да? Ну, как бы, ну, то есть, Иностранный видеосервис. Иностранный видеосервис. Так много вариантов. Но они обратились не к тому человеку, потому что Роман Волобуев очень быстро написал об этом в Твиттере, ещё приложил несколько скринов, потому что это Роман Волобуев. Ну, и когда я ему позвонила и сказала, вот, был такой случай, вот, Роман Волобуев мне всё рассказал, и тоже, за что я ему очень благодарна, согласовал все цитаты от своего имени, вот. Ну, это принципы, ну, потому что у Ирии, правда, была очевидная и очень отчётливая репутация организации, которая даёт деньги всем подряд. Ну, то есть сначала это была организация, которая даёт деньги всем подряд за то, чтобы рассказывали, какая там Россия прекрасная разными способами, ну, то есть даже посредством у нас там описан некий сериал Ромэйт, ну, или там, например, они финансировали производство сериала Струны, который я по какой-то ошибке посмотрела. Ну, не смотрите. Вот. Ну, казалось бы, ну, что такого? Ну, молодые какие-то музыканты, у них какие-то страсти, они там даже напиваются много раз в сериале. Вот. Но всё равно, значит, вот такая вот щедрая душой талант Миросия. Потом всё это поехало в сторону Зет, но уже тогда было очевидно, что эта картина, которую продвигает Ирия, она не имеет ничего общего с реальностью. Вот что я бы ещё сказала. Понимаешь? То есть это была такая очень, ну, в каком-то смысле Потёмкинская деревня. Даже если там напивались, даже если там были нюцы, они там были, то всё равно это была такая немножко искусственная Россия с какими-то очень всё-таки правильными ценностями. Вот. Ну и на самом деле уже тогда было не модно к ним ходить с деньгами, если честно. А сейчас так просто тяжёлая совсем история. Спасибо за внимание. Это был подкаст «Текст недели». Ещё раз напомню вам, что власть Российской Федерации объявили медузу и важные истории нежелательными организациями в России. Но это не помешает вам свободно и безопасно читать наши материалы, слушать подкасты, подписываться на соцсети и рассылки и скачивать приложение, которое умеет обходить блокировки Роскомнадзора. Мы вас очень просим не репостить и не распространять ссылки и не переводить деньги. Медузе и важным историям, к сожалению, тоже, даже и за границей. Потому что для граждан России это может грозить административным и уголовным преследованием. Прецеденты такие уже, к сожалению, есть. Если вы все-таки хотите помочь нашим изданиям, расскажите о них иностранным друзьям. Медузе можно, например, помочь по адресу support.meduza.io Изданию важной истории вы можете помочь по адресу istories.media.com Спасибо и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok